Макарыч, в ставки Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов, некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. Ставки Гитлера все малохольные. На аэродроме под Ярославлем теперь свой Макарыч, двухлитровый механик из бронзы, в военной пилотке и гаечными ключами в кармане, с добротой в глазах встречает и провожает самолеты. Я думаю, что это будет очень символичный и любимый монумент, ну не монумент, памятник, конечно, образ, я бы сказала так, к которому хотелось бы подойти, пообщаться, может быть, летчики потрогают его за руку перед полетом, может быть, еще раз приземлившись, то есть, чтобы он был ангелом. Именно герой Алексея Смирнова из фильма «В бой идут одни старики» стал прототипом памятника. Известный советский актер и фронтовик, уроженец Данилова. Этот монумент – символ тому, что мы, поколение нынешнее, будем помнить этот фронт. На аэродроме под Ярославлем большой праздник, посвященный Дню Победы. Отовсюду разносится аромат солдатской каши, звучат призывные песни. Юноши и девушки в утянутых толстыми ремнями гимнастерках, но на лицах уже улыбки и радость. Война позади. Я представляю морского пехотинца нашей победной армии в Великой Отечественной войне. Главный атрибут этого праздника – мирное небо. Однако военные самолеты в воздух все-таки поднимаются, но только для того, чтобы порадовать пришедших. Кем он толка не был. Иначе мы были бомбардировщиком, и связистом, и санитарным самолетом. Ну, колоссальные возможности. Этот самолет легендарный по праву. До войны на нем оттачивали навыки курсанты летных училищ. С 41-го года машина била фашистов и привозила раненых советских солдат. А после Великой Отечественной уже служила в сельском хозяйстве. Стальная птица и сейчас в строю. Летает на сотни километров. Выстрел! Бабах! Молодцы! Еще одно не менее легендарное орудие. В народе просто зенитка. В честь праздника сбить условного противника разрешают детям. Можно ей двигать, сидеть и крутить штучки. Еще там направлять курсы. Там стрелочка такая и циферки. Тем временем папы не отходят от другой легенды – пулемета Дегтярева. Модель уникальная. Самое интересное, чтобы произвести выстрел, она была неуказательной. Нажать сначала на глошиточку, предохранитель снять, после чего произвести. Вот уж кому время точно не страшно, так это чайки. Машина не для войны, а для дипломатии в прямом смысле. По рассказам одного из владельцев, этот элегантный газ из гаража Эдуарда Шварнадзе, который долгое время возглавлял МИД СССР. Человек, который обслуживал эти машины, уехал в Ливию на три года. Он уезжал из СССР, вернулся в Россию. Зарплату не платили, денег не было, и ему выдали оплату двумя вот такими машинами. Машина 1985 года, полностью ручной сборки. Коробка-автомат, стеклоподъемники, под капотом 230 лошадиных сил. Несмотря на преклонный возраст, карбюраторная чайка на трассе не уступит иномаркам. Разгоняется до 200 км в час. Как часто приходится залезать под капот? Не очень. Масло проверить и все. И тасов, все. Тем временем к памятнику легендарному Макарычу несут цветы. В память о тех, кто воевал в Великую Отечественную и пережил страшные годы. Денис Сахаров. День событий.